Доброе утро! В прошлом году темпы капремонта, вообще объем капремонта существенно вырос по сравнению с предыдущими годами. Да, да, правда. Если говорить о цифрах, то за прошлый год было отремонтировано порядка 380 домов, чуть больше. Это именно за 18 год. Да, я о нем говорю. В то же время в 15, 16 и 17 годы там всего было за 3 года отремонтировано около 300 домов. А скажите, пожалуйста, темпы сохраняются? Сколько объектов сдали за первый квартал? Вот сейчас уже можно подводить итоги? Ну, чуть меньше 20, если быть точным, 19. Но, опять-таки, у нас строительный сезон в крае впереди. Да, безусловно. Поэтому основные наши показатели, это, конечно же, конец летнего периода и осенний период. А в первом квартале, вы мне успели рассказать, крыши в основном, наверное, делали, да? Ну, если говорить про да, это кровли скатные, это холодное водоснабжение, это электрика, естественно, да, это у нас вот такие виды работы, которые можно делать именно в зимний период. А сейчас начинается горячая пора. Чем займетесь? Тепло, лифты, плоские кровли, да, система горячего водоснабжения. То есть, на самом деле, весь спектр работ по многоквартирным домам. Давайте по порядку. Какие дома будут ремонтироваться? Когда надо было подавать заявку? Что в ней должно было быть? И на что сейчас надеяться тем, кто это сделал? Ну, планы, если говорить про 2019 год, они, так скажем, уже сверстаны, да, они уже утверждены. Это краткосрочный план, который был утвержден в конце прошлого года. То есть, на сегодня наша задача выполнить этот план. Если говорить уже про 2020 год, то как раз сейчас идет разработка и как бы утверждение этого плана и у собственников, которые считают, что необходимо проводить работы именно в 2020 году, при том, что они запланированы в более поздний период, есть возможность эти работы перенести, есть соответствующий порядок. Постановлением края регулируется, да, 289-е. Необходимо направить соответствующее обращение в фонд рекоператора. А, то есть, спланировать сейчас ремонт на будущий год, вот как раз в это время скорректировать. Да, то есть, на самом деле, он есть, перечень домов уже есть, эта информация есть в том числе на сайте фонда, но корректировка их тоже, она допускается и она возможна. Ну да, мало ли, какие-то недостатки вскрылись именно этой весной, да. Итак, давайте все-таки о нынешнем поговорим в сезоне. Сколько домов вы собираетесь в работу направить, будете ремонтировать? Ну, вообще в работе именно, да, то есть на разных этапах у нас на сегодня порядка 750 домов таких. Это, я говорю, и строительно-монтажные работы, и проектирование. По краю? Конечно же, да, это я говорю по краю. И, кроме того, у нас еще, напомню, в обследовании находится, там вообще речь идет о 3,5 тысячах, которые уже прошли обследование, да, и мы вот сейчас запускаем аукцион еще на порядка 3 тысячи домов, которые будут обследоваться тоже в текущем году. Так, обследование. Это предпроектная, так скажем, работа, чтобы понять, что те планы, которые были ранее, там, более ранние периоды разработаны, утверждены, они соответствуют фактическому состоянию того или иного дома. Поэтому к концу года, ну, наша задача, так скажем, не хуже сработать, чем в прошлом году, а, естественно, быть еще и повыше и посерьезнее. А в прошлом году, как я уже сказал, это порядка 380 домов. Скажите, пожалуйста, по программе ремонта лифтов, к сожалению, лифты не радуют очень многих жильцов. Я знаю, что тысяча к концу 2020 года должна быть отремонтирована. Сейчас половина сделана. 495, да. Вы успеваете? Да, да, мы однозначно успеваем. Подавляющее нам осталось порядка 500 еще лифтов поменять. У нас из них уже подавляющее число непосредственно в работе, то есть в строительно-монтажной работе. И последний аукцион, он в настоящий момент размещен. Сейчас проводится отбор подрядной организации. А скажите, пожалуйста, именно меняете лифты или чините те, которые поддаются ремонту? Есть два варианта. Это либо замена, замена это полностью меняется все, и двери, и направляющие, и кабина, да, там, и двигатель. Есть понятие модернизация. То есть конкретно по каждому лифту решение принимается после обследования. То есть первое, что делает подрядчик, он выходит и обследует все имеющееся оборудование в том или ином доме. И дает уже нам свое видение, что надо здесь конкретно делать. Но зачастую это замена. Все-таки старые лифты в основном, да? Я думаю, и жильцы больше радуются тому, что у нас будет. Ну что же, подытоживая разговор, я думаю, что многие сейчас обнадежились. Вся информация, как я понимаю, на сайте. Есть и планы краткосрочные, и порядок корректировки планов, и что надо делать собственникам. Естественно, у нас это все размещено в разделе для собственников, в разделе нормативных проявлений. То есть насколько оправдаются надежды, там можно все прочесть. Ну, да. Спасибо, Дмитрий Егорович. Вам отличного дня и выполнения ваших задуманных планов, конечно. Вам, уважаемый, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Баранов, генеральный директор фонда капремонта Пермского края. Скорее вносите корректировки в планы своего капремонта, если это необходимо.